Привет! Ты что-то прячешь? Не-не-не, чё? Прячешь ты? Ну-ка дай. Ничего не прячу. Опять сникерс? Ну да, слушай, решил заточить. Какой задний уже? Первый. Кого ты обманываешь? Третий. Хватит есть эти сникерсы. Хочешь, я сделаю тебе один большой сникерс? А насколько большой? Гигантский. Больше, чем ты. Больше даже, чем мой сникерс этот? Да, больше, чем сникерс. Мы сделали гигантский, монструозный сникерс. Это были самые тяжелые съемки за всю историю нашего блога. Мы снимали целую неделю, каждый день. Смотри до конца, мы покажем, что у нас получилось. Вы часто спрашиваете нас, где мы берем продукты для нашей большой еды. Сегодня мы приехали закупаться в метро. Нам понадобится много ингредиентов. Пойдем, все покажу. У нас очень сложная задача. Приготовить самый большой сникерс в ютубе. Поэтому, Вика, хватай кастрюли побольше. Нам нужно 35 килограмм шоколада. Сначала мы думали взять плитки, но потом нашли галеты. Мы взяли 7 таких коробок. А для карамели нам понадобятся жирные сливки. Взяли их совсем немного. Думаю, 12 литров вот в таких коробках нам хватит. Для той же самой карамели мы взяли 5 килограмм сливочного масла. А еще много других продуктов. Мы провели здесь целый день и потратили 90 тысяч рублей. Если тоже любишь готовить, у нас для тебя сюрприз. Если ты как следует пошаришь в описании к этому видео, то найдешь там ссылку. Перейдешь по ней, зарегистрируешь карту магазина метро и получишь 3000 бонусов. А еще скидку минус 20% на первые 3 покупки. Главное в гигантском батончике это форма. Мы долго искали подходящую коробку и даже хотели делать ее на заказ. Однажды она приехала к нам с елкой, и мы поняли. Вот он, наш большой сникерс. Этой коробке предстоит выдержать сумасшедшие, почти космические нагрузки, испытания весом и температурой. Поэтому мы ее укрепили. Дно мы усилили фанерой, а изнутри все выстелили пищевой пленкой. Эта коробка стала настолько надежной, что в ней можно отправиться в кругосветное путешествие. Она прекрасна, и я хотел в ней жить. Наконец, все приготовления закончены. И настало время взяться за дело. Мы открыли первые 3 пачки шоколада. Это 15 килограмм. Ставим их на водяную баню и ждем, пока шоколад не расплавится. Мы ждали всего-то около часа. Когда шоколад расплавился, мы залили им дно нашей формы. Мы боялись, что наша коробка не выдержит большого веса, поэтому сделали слой потолще, о чем потом очень пожалели. Чтобы выровнять дно, мы использовали обычный строительный шпатель. Позади первый день приготовления нашего гигантского сникерса. Мы сделали вот такую коробку. Растопили 15 килограмм шоколада. Я, кстати, вся в шоколаде. Впереди самое сложное. Еще 10 килограмм шоколада нам понадобилось на то, чтобы покрыть боковые части коробки. Мы закончили работу на балконе и оставили ее там, чтобы весь шоколад застыл. А пока он застывает, мы пошли делать нугу. В оригинальном сникерсе нуга очень нежная, с арахисовым вкусом. Но приготовить ее в таких объемах – это по-настоящему сложная задача. Мы подсчитали, что нам нужно сварить 27 литров нуги. Для этого мы взяли большую емкость на 40 литров. В ней мы будем варить сироп. Для этого мы взяли 15 килограмм сахара. Сахар мы добавили 3 литра воды и ждали, пока все растопится. После этого влили 6 литров меда. Для того, чтобы получилась нуга, нам нужно было нагреть эту смесь до 130 градусов. Все это время мы стояли у плиты. И стоило нам отойти на 5 минут, как вся смесь закипела и убежала. Вся кухня оказалась вымазана в липкой медово-сахарной массе, которая сразу же застывала и превращалась в карамельную корку. Но у нас не было времени убирать этот ужас, потому что нам нужно было взбивать нугу. Для этого мы взяли 2 литра белков и вот такой строительный миксер. Мы начали взбивать все в 100 литровом тазу, медленно подливая сироп. После того, как наша нуга взбилась, мы добавили 10 пачек арахисовой пасты. В итоге наша нуга на вкус получилась точь-в-точь, как в настоящем сникерсе. Я даже не смог отличить. Мы остудили ее несколько часов на балконе. Мы постарались размазать нугу по дну как можно ровнее и отправили эту коробку на балкон застывать. Знаете, я прилипаю к полу. Впереди нас ждет самое интересное. Это карамель с арахисом. Пришло время делать соленую карамель с арахисом. О, это же моя самая любимая часть в сникерсе. Ее должно быть в 2 раза больше, чем нуги. Мы рассчитали количество ингредиентов и начали работу. Всю карамель мы разделили на 3 захода. Нам понадобилось 30 кг сахара и 9 литров меда. Мы насыпали их в кастрюлю, поставили на огонь и варили почти 4 часа. И так 3 раза. Наученные горьким опытом с нугой, мы уже не отходили от плиты ни на шаг. Чтобы карамель получилась мягкой и нежной, мы добавили 10 кг сливочного масла и 10 литров сливок. Ну а в конце мы добавили 15 кг арахиса, все хорошо перемешали и поставили остужать. Эту процедуру мы повторяли 3 раза в течение 2 дней. Таким образом у нас получилось около 50 литров карамели. И вот наступила самая приятная часть. Мы растопили 10 кг шоколада и покрыли им наш батончик сверху. Как следует все размазали и дали нашему шоколаду остыть. Согласитесь, получилось ну очень похоже на настоящий сникерс, только во много-много раз больше. Признаюсь честно, мы очень устали. Это были самые долгие и сложные съемки. Казалось, что мы не закончим этот батончик никогда. Но вот этот день настал и мы уже освобождаем его от коробки. Кстати, мы не рассчитали свои силы и не смогли самостоятельно утащить его с балкона. Ведь он весил 120 кг. Пришлось вызывать двух грузчиков, которые помогли нам его поднять. Чтобы его разрезать, нам понадобилась пила, ножи и топор. Мне кажется, наши старания заслужили лайк и подписку.